Сегодня в Анапе проживает почти 61 тысяча граждан льготной категории, которые получают различные меры государственной поддержки. Из них 26 тысяч человек пользуются льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг. Суммы компенсаций и субсидий при этом немалые. Например, с начала года за сетевой газ анапским льготникам вернули свыше 41 миллиона рублей. За отопление более 12 миллионов. В общей сложности, если мы возьмем здесь и содержание домов, и лифт, и другие виды коммунальных услуг, то сумма составляет 143 миллиона 765 тысяч рублей. Это граждане, которые имеют определенный вид льготы, получили живыми деньгами через почту, на сберкнижки, либо получили на свои карточки кредитные, куда они написали заявление. Это реально хорошая помощь и подспорье. Есть ситуации, когда льготники злоупотребляют своим правом, накапливают долги перед коммунальщиками, при этом продолжая исправно получать компенсацию. По отношению ко всем другим потребителям это несправедливо. Ежемесячно мы будем обмениваться информацией. В ресурсоснабжающие организации мы будем направлять реестры наших льготников, а обратно мы будем получать информацию о том, какие суммы начислены и имеется ли задолженность. И тогда программа в автоматическом режиме будет приостанавливать выплаты, которые люди раньше получали постоянно. То есть это должно стимулировать людей, во-первых, оплачивать свои коммунальные расходы своевременно, ну и во-вторых, не допускать задолженности более двух месяцев. Не исключен индивидуальный подход к тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Рассрочка платежа или реструктуризация долга – выход всегда есть. Глава Анапы поставил задачу перед ресурсниками – в течение недели подготовиться к заключению соглашений с управлением соцзащиты.